У человека помимо физического организма есть еще и то, что можно назвать его энергетической составляющей У него есть каналы, у него есть меридиональные структуры Это такие тонкие разметленные протоки, которые распределены по телу и выходят за его пределы Есть энергетические центры, есть различные полевые образования То есть есть некая, назовем это так, энергетика И в человеке эти процессы, энергообменные процессы происходят всегда Он их не замечает и, как правило, не отслеживает, поскольку они для него являются естественными Но когда мы начинаем использовать дыхание и осознанно обращаем внимание на энергетические процессы Мы их активизируем, они начинают работать более активно Энергообменные процессы идут совершенно по-другому В наших практиках часто используется такое упражнение На вдохе мы начинаем привлекать что-то из окружающего пространства Насыщаясь, энергетически насыщаясь Мы можем насыщаться через энергетические центры, через меридианы, каналы, через поверхность кожи То есть мы на вдохе начинаем привлекать что-то, что впоследствии даст нам вот эту самую силу Повышенная энергетичность и так далее Со временем, когда мы практикуем дыхание, мы начинаем замечать, что даже в обычной жизни Не находясь в практике, в данный момент, на каждом вдохе мы ощущаем вот это насыщение И оно не прекращается никогда По сути дела дыхание из просто практики, которой вы занимаетесь утром либо вечером Это становится частью вашей жизни Становится глубоко естественным процессом Когда вам не нужно постоянно отслеживать процесс дыхания, а он идет уже по-другому Таким образом, вот такой тип дыхания переходит на рефлекторный уровень Вам нет необходимости его отслеживать ежесекундно Чтобы перевести это дыхание на такой рефлекторный уровень, как правило, нужно несколько месяцев Очень часто люди, которые приходят к нам на курсы по дыханию, рассказывают какие-то интересные вещи Например, они в какой-то момент замечают, что почему-то начали дышать прерывисто и неглубоко В какой-то момент они внезапно обнаружили, что делают медленные, объемные, глубокие вдохи и выдохи А в какой-то момент они просто замечали, что вообще не дышат И вот это и означает, что организм начинает сам подстраивать процесс дыхания под то состояние Под те нужды и потребности человека в конкретный момент Потому что одно дыхание глубокое дает один эффект Дыхание прерывистое может дать другой эффект Но задержка дыхания – это тоже часть дыхательных упражнений И тоже несет, скажем так, активизирующий эффект Насыщающий эффект Дыхание можно использовать в разных ситуациях К примеру, человек на взводе, и он психоэмоционально активен И ему нужно себя немножко пригасить, состояние выровнять Можно использовать специфические типы дыхания Такие, мы называем их потоковые, мягкие, выравнивающие человек Может свою психику привести в то состояние, которое ему нужно сейчас Есть, к примеру, типы дыханий, которые носят такой активный взрывной характер Когда вы можете несколькими движениями, совмещенными с дыханием Привести себя из неактивного, в чем-то подавленного состояния В крайне активное, такое взведенное состояние Ну, как если бы вы обзводили пружину Что для вас, как для бесосторно-тихолога, такое дыхание? Дыхание для меня это уже, наверное, настолько естественный процесс И на такие вопросы мне действительно сложновато отвечать Поскольку на этапе освоения бесосторного дыхания Я отличал и видел огромную разницу между разными типами дыхания И оно действительно присутствует Но вот на данный момент я могу регулировать дыхание в широких пределах И для меня некоторые границы разных типов дыхания, они размываются Я просто использую дыхание, соответственно, той ситуации и той потребности, которая есть у меня Вот такие взрывные типы дыхания дают возможность человеку за очень короткий срок Привести себя в очень энергетически активное состояние Это может пригодиться, когда, к примеру, человек просто устает и элементарно не высыпается Или в знаменитую, скажем, питерскую осень, когда серое небо и вставать не хочется Не можется, нужно просто несколько раз сделать определенные действия Вдохнуть, и вы почувствуете эффект Появятся силы, появится какая-то радость, улучшится настроение Для ассоциальных практик мы часто применяем задержку дыхания Задержка может быть как на вдохе, так и на выдохе, когда мы выдыхаем полностью и не дышим Зачем это делается? Если вы выдохнули и задержали дыхание, то организм впадает в такое состояние стресса Отсутствие воздуха это сложно, это стресс Но наша задача сделать так, чтобы вот эту внутреннюю подступающую истерику от отсутствия воздуха Мы старались сдвигать все дальше и дальше И стояли, наблюдали за своим состоянием, наблюдали за своими ощущениями Если он еще немножко поддержит задержку дыхания, организм начнет включать энергетику очень активно Это такой простой принцип Мы контролируемое осознанно, вводим организм в такое состояние, что он либо активизирует энергетику Чрезвычайно активно Ну, либо все, падаем в обморок Хотя на самом деле никто, на моей памяти, от задержки дыхания в обморок не падал Но в какой-то момент, когда энергетика резко включается Появлялось такое вот ощущение, что, а вроде можно и не дышать На самом деле можно еще даже постоять А когда люди рассказывали такие вещи, что я стоял на задержке дыхания Стою, стою, стою и думаю Может уже вдохнуть? Нет, еще постою И еще стоит И потом мягко делает вдох То есть, опять же, это процесс контролируемый и управляемый Мы это делаем осознанно Мы это делаем контролируемо Отличительная особенность биосенсорных практик и биосенсорных типов дыхания Это контролируемость Осознанность этого процесса А если мы говорим о задержке дыхания Это максимально безопасный способ задержать дыхание Поскольку сам человек контролирует этот процесс Никто его не ограничивает Никто ему не давит на грудную клетку Не заставляет держать задержку дыхания Какое-то слишком длительное время В чем смысл задержать дыхание в биосенсорных практиках? Во время задержки дыхания происходит активизация энергетических процессов Можно направить свое внимание И не просто стоять, задерживая дыхание А активизировать свою энергетику Запускать процессы насыщения В этот же момент могут прорабатываться и страхи Поскольку внутренняя подступающая истерика того Что мы не можем дышать И, возможно, скоро попадем в оморок Это довольно сильный страх В том числе и страх смерти Который прорабатывается с помощью подобных практик и методик Это происходит потому, что во время задержек дыхания Мы не впадаем в панику Мы занимаемся энергетикой И мы стараемся эту панику отодвигать подальше от себя Как бы в сторону Сосредотачиваясь на своих процессах На своих энергетических процессах Во время задержек дыхания происходит очень мощный процесс проработки психики Во время задержек дыхания происходит кислородное голодание Появляются такие эффекты, как, например, головокружение Сдавленность в горле Может даже немножко подташнивать Но это процессы психиковой характеристики Страхи Это все психические реакции Которые можно пройти Можно проработать на задержке дыхания Практически все дыхательные практики Можно разделить на две большие группы Первая группа – это оздоровление Туда можно отнести дыхание пострельниковой, по бутейко, например Вторая группа – это группа, связанная с изучением психики и психических реакций Туда можно отнести, например, гроф, репёф, инхолотропное дыхание И многое другое На том же холотропном дыхании Через физический процесс дыхания люди пытаются выйти на какие-то психические состояния И часто этот процесс неконтролируемый В нашем случае мы вначале исходим от энергетики Мы идём от процесса управляемости, регулируемости И далее мы уже подключаем дыхание И это происходит естественным образом И самое главное – безопасно Особенность биосенсорных типов дыхания в том, что мы можем применять Эти дыхания как в оздоровительных целях, так и в целях проработки психики Это происходит потому, что в основе дыхания лежит энергетика И далее мы можем наложить это на определённую схему выполнения дыхания Это может быть, например, циклическая схема Когда есть некая очерёдность выполнения дыхательных циклов, задержек дыхания Продолжение следует...